Приветствую вас. История заключается в том, что автор тяжело переживает развод. Очень тяжело. Правда, в истории о тяжелом переживании развода в данном случае есть несколько моментов, на которые мне хотелось бы обратить внимание. Собственно, почему я и решил именно записать аудиоответ, а не давать его письменно. Где я, как правило, очень кратко пишу суть проблем. Во-первых, есть общая картина. Эмоциональная зависимость от человека. Склонность к тому, чтобы растворяться в другом. И восприятие этого как чего-то нормального. Отсутствие смысла жизни своей собственной. Вместе с тем, ошибочное позиционирование себя как сильного человека. Через, по словам автора вопроса, помощь другим. Вот, смотрите. Эмоциональная зависимость. Невозможность разместить свою собственную жизнь и опереться на нее. Ну, свой собственный смысл я имею в виду. Очень тяжелое болезненное переживание развода. И я бы сказал, что желание даже в вопросах, как мне это пережить, неужели я смогу когда-нибудь улыбаться, как бы дожить до такого времени. То есть, здесь идет избегание собственных переживаний. Избегание роста. По большому счету, мы здесь говорим об избегании роста. Избегание развития. Развития. О, вероятно, страхе развития. Как мне видится данная ситуация? Она мне видится так, что в какой-то момент, вероятно, скорее всего в детстве, вы подчинили свою жизнь другим людям. Мужчине. Ну, другим, окружающим. Вот. И как это часто бывает, когда человек находится в такой парадигме, он не замечает того, что происходит с ним. Вот вы пишите, значит, конечно, я начала ругаться. Это в ответ на некоторые поведенческие изменения со стороны супруга. И в истерике крикнула ему, что он уходил. Да. Вот здесь есть непонимание и невнимательность к тому, каким образом я начала ругаться. Каким образом я оказался в истерике? Из какого чувства я крикнула уходить? Дальше. Вот вы пишите, он сказал, что хочет пожить один, успокоиться, просил ему больше не звонить. Затем были мои смс к нему, я его просила вернуться, умоляла или хотя бы поговорить с тобой. И так целый месяц, а я просто умирала. То есть, вас здесь не смущает то, что вы совершенно не можете жить без кого-то. То есть, вы совершенно не можете сами с собой жить. Понимаете, и здесь как бы ваша сила, о которой вы говорите, ваша сила, она превращается так как бы в ориентированность на других людей. Понимаете, да? Не на себя, на других людей. И само выражение, я думала, что я сильная, здесь приобретает оттенок того, что я живу, пока мне есть ради кого жить. Я живу, пока я могу поддерживать кого-то, что-то делать для кого-то. Ну, по большому счёту, это история про обслуживание. Вот как вы сказали, да, что кем я была ему? Домашним психологом и домработницей, да? Может быть, это и не далеко от правды. Но, на мой взгляд, элементы этого, безусловно, присутствуют. Хотя я ошибся, может быть, это и далеко от правды. Далеко. Но элементы такие, безусловно, есть. Резкое изменение. Вот, понимаете, вот вы пишете, что всё было хорошо, а потом в один момент что-то рухнуло. Вот так не бывает. Это вы заметили, что рухнуло. Далее. Вы пишете, я внимание, как женщина практически перестала получаться. Вот, понимаете, в чём штука? Штука в том, что вы как-то выделяете себя как женщину. Понимаете, такое ощущение, что вы могли, ну, подчеркнуть себя как женщину, реализовать себя как женщину только с вашим мужем. А это не так. На всякий случай предупреждаю, что речь идёт не о флирте с другими мужчинами и уж тем более об интиме. Нет. Речь идёт о позиционировании себя как женщину. О образе себя как женщины. Такое ощущение, что женщины вы себя чувствовали только пока ваш муж обращал на вас внимание. То, что вы описываете, не может происходить в один момент. То, что вы описываете, происходит постоянно. Вы заметили это, когда это уже стало невозможно замечать. До этого вы этого не замечали. Да. Здесь ситуация следующая, что люди меняются с возрастом. Меняются их приоритеты, меняются взгляды, меняются их ценности, меняются их ориентиры. И, вероятнее всего, изменился ваш муж, но вы не менялись. Человек, который растворяется в другом, он не меняется, он не развивается сам. Есть у меня ощущение, что вы не развивались. А муж и развивался. И в один момент он столкнулся с тем, что хочет чего-то другого. А поговорить с вами об этом невозможно, потому что вы скорее всего не поймёте. Кстати, растворение, взаимное растворение друг в друге очень часто к этому приводит. Дело в том, что растворяясь в другом, мы, по сути, демонстрируем тому, в ком мы растворяемся, и его самого. То есть, условно говоря, если я растворяюсь в вас, то вы видите во мне себя. Это неприятно. Есть ощущение, что я нахожусь в отношениях с самим собой. А я бы хотел всё-таки находиться в отношениях с другим человеком. Вот у меня есть большие сомнения в сторону того, вот если у вас, так скажем, личностная карта. Почему я так говорю? Смотрите. Вы пишите. Значит, на работу хожу только для того, чтобы не уволили. Это означает, что вам работа не интересна. Это означает, что вы выбирали её, не исходя из своих интересов. Дальше. Первая любовь. Ну, это хорошо. Вот полностью растворяли друг в друге. Это, как я уже говорил, страсть. Я называл это другими словами, но это страсть. Страсть, она проходит. Если после прошествия страсти у людей не появилось других оснований для чувств, то люди расходятся. Поэтому очень часто отношения, построенные на страсти или на первой любви, что является по сути страстью, заканчиваются неудачей. А со взгляда понимали, что каждый хочет из нас. Это хорошо, может быть. Но проблема в том, что это полностью исключает изменения человека. То есть, это работает до тех пор, пока человек не меняется. Ребёнка чуть позже решили родить, так как сыне двое не могло быть. Смотрите. Вы говорите «мы», у вас нет «я». И да, это вписывается в картину того, что вы раздаряли друг в друге. Но я хочу обратить внимание, что это очень тревожный факт, что есть «мы», но нет «я». Дальше. Решили чуток для себя поживём, денег больше заработать всё «мы». Мы. Нет-нет, я и ты есть «мы». Всякое было, конечно, как и в каждой семье. Обратите внимание. Здесь вы говорите о себе и муже, как о семье. Семья – это социальная форма отношений. Сами отношения не являются семьёй. Сами отношения являются личностными. И вот здесь очень важный момент. Вы дружили с восьми лет. Да. Проблема детской дружбы заключается в том, что она импринтна. В том смысле, что детям запечатлевается какой-то образ человека. И люди дружат. Да, такая дружба может быть самой крепкой. Но, опять же, она не включает в себя изменений другого человека. Не подразумевает изменений. Вы пишите. Значит, так, сейчас найду. Вот. Всякое было, конечно, как и в каждой семье, но мы же всегда были уверены, как в себе. Вот. Здесь снова либо мы, либо он. Нет. Меня. Ну, то есть, вы не можете быть уверены в другом, как в себе, потому что вы не другой. Прибегала с работы из-за домашних дела, чтобы все было приготовлено, умрено, а потом уже с ним отдыхать. То есть, как раз таки, обслуживание и досуг с ним. Но не отдельно ваш. То есть, личного пространства вашего. Нет. Личное пространство моё – это личное пространство другого человека. Знаете, это очень тяжело. Это дисфункционально. Нет. Люди могут так жить. И хорошо люди проживают так всю жизнь. Но я повторюсь, эта концепция не включает изменений в человеке. У него не было проблем с работой. Пишите вы и делами по дому. Мужчины руки и снуть на место раз были путешествия и отдых. Особенно летом. Дарил цветы. Ласка, забота. В интиме тоже проблем не было. Обратите внимание. Вы говорите либо про него, либо про вас. Про свои желания. Про свои потребности. Про свои цели. Про свои смыслы. Ничего. Ну и дальше вы описываете то, как происходил ваш разрыв. То есть, иными словами, создаётся такое впечатление, что вы не умеете жить для себя. Не умеете опираться на себя. Не наполнены вы, не наполнили вы свой внутренний мир. Он вас не наполнен, его просто нет. Ваш внутренний мир, как и ваше личное пространство, определяется другими людьми. В частности, вашим мужем. Его не стало, всё это исчезло. То есть, больно вам не от того, что муж ушёл, а больно вам от того, что с его уходом как будто бы не стало вас. То есть, вы вроде бы как существуете, а вас нет, фактически. Но это можно сравнить с, например, незащищённым нервом, который внезапно получает очень большое количество воздействия. То есть, вы сейчас сталкиваетесь с тем, что вам нужно свою жизнь определять самой. А ресурсов для этого нет. Возможностей, навыков для этого нет. И вам больно. Да, безусловно, развод – это травма. Собственно, о ней вы и говорите больше всего своего сообщения. Вы описываете свою боль, вы описываете психосоматику, вы описываете госпитализацию, суицидальные мысли. Это всё травма. Её необходимо прожить, прожить все чувства, столько, сколько их есть. А потом, постепенно, начнёт появляться. Начнёт и появляться вы. Начнёт и появляться… Начнёт проявляться ваше личное пространство. И ваш интерес. Только когда это будет происходить, это будет вызывать очень сильную тревогу. Потому что вам будет казаться, что такая вы никому не нужны. Вам будет казаться, что такая вы неправильная. Вам будет казаться, что у вас ничего не получится. Вот вы говорите, смогу ли я улыбаться даже для такого времени? Как это происходит у вас? То есть, ну вот, в вашем понимании, как это происходит? Что просто пройдёт время, и вы внезапно начнёте улыбаться? Нет. Конечно, это может произойти. Может. Но это может очень долго длиться. Люди могут не отправляться от таких травм. Да, при благоприятных условиях, при наличии подходящих людей, вы можете что-то развить. Но чаще человек уходит в рэкетные чувства. Начинает жить ненавистью, начинает жить страхом, начинает жить обобщением, когда меня бросил муж, и я думаю, что теперь меня все мужчины бросят. Я не доверяю никому из мужчин. Обратите внимание, пожалуйста, на то, что у вас есть как будто бы внутренние требования того, чтобы муж всю жизнь был с вами. Вот это, мне кажется, не главное, но одна из важных, значимых потенций в вашем психологическом состоянии на данный момент. По сути, все ваши силы направлены на то, чтобы оспаривать то, что муж решил с вами больше не быть. И попробуйте спросить себя, окей, а почему я, откуда берется это требование, чтобы он был со мной, если я его безумно люблю, а он сейчас счастлив с другой. Да, мне грустно об этого, да, мне больно об этого, это нормально, но я же хочу ему счастья, мужу-то в смысле, а он-то сейчас счастлив с другой, почему же я не вижу в этом реализации своей любви? Почему у меня единственное требование, чтобы он был со мной? Ответ достаточно прост. Это костыль. Это ваш собственный костыль. И я уверен, что мужу вы тоже были костылем. Только он научился ходить сам. Худо, бедно, но научился. А вы нет. И из того, что вы пишете, я не могу сделать вывод о том, что вы хотите научиться ходить сами. По крайней мере, запрос такой у вас отсутствует. Вы просто говорите, как это пережить с тем посылом, чтобы мне не было больно. Но вообще-то боль свидетельствует о том, что что-то внутри вас требует внимания к себе. Только это ставит под угрозу привычную концепцию вас, которую вы себе когда-то придумали. Возможно, жили с ней всю свою жизнь. Вот вы... Да, вы не пишете своего возраста, но тем не менее. Два года вы уже страдаете. Два года. И можно было бы сказать, это очень тяжело для вас. Да, может. Но важнее, важнее, как мне кажется, другое. Что почему-то вы поставили своего мужа на самое первое место. Понимаете? И вот то, как это произошло, то, что вы ему приписываете, своему мужу, вот это имеет очень важное значение. И надеюсь, что об этом вы подумаете. Да. Обратите внимание. И истерика. И то, что вы описываете дальше, после того, как он подал заявление на развод и выразились. Это тоже всё истерика. А истерика – это привлечение внимания. Вам не хватает внимания. Что такое внимание? Внимание – это чувство собственной значимости. Чувство, что я значил, что я существую. У вас это возможно только, если люди делают строго определённые вещи, а именно заботятся о вас. И желательно, чтобы это был кто-то конкретный. В этом смысле, моя значимость, моя ценность, моё знание о том, что я существую, зависит только от того, рядом со мной мой муж или нет. Когда его нет, я, ну, пытаюсь заместить, заменить вниманием других. Но делаю я это не за счёт своего внутреннего ресурса, не за счёт проявления себя, а за счёт вызывания у этих людей чувство жалости, страха, сожаления. Вот понимаете, суицид – это ведь очень часто оружие наказания. То есть вот меня сейчас настанет, и ты будешь обо мне жалеть. Такая высшая форма получения внимания. Конечно, она абсурд, абсурдна. Но тем не менее. Но ещё, ещё. Суицидальные мысли возникают от ощущения несвободы. Смерть воспринимается как освобождение. Сейчас я чувствую себя несвободной. И вам кажется, что вы перестали быть свободной, когда ушёл муж. На деле вы были несвободны всегда. Просто были под анестетиком. Сейчас анестетика нет. Свобода осталась. Я бы задумался о том, чтобы начать менять свою жизнь. Пойти на психотерапию. Судя по вашим переживаниям, данные процессы происходят довольно-таки глубоко. То есть уровень осознания достаточно низкий. А сопротивление психологического при зависимости достаточно большое и сильное. Психотерапия здесь не кратковременно. Длительно. Потому что механизмы сопротивления и, скажем так, ригидные части психики очень сильно будут тормозить ваши изменения. Но если вы хотите изменить свою жизнь и сделать себя менее независимым от того, как меняются другие люди, добро пожаловать. Добро пожаловать в психотерапию. Для меня, знаете, вот та аллегория, которая у меня родилась, когда я читал ваш текст, это аллегория маленького ребенка, который, появившись однажды на свет, столкнулся с тем, что мир очень холодный и враждебный. В другом человеке он нашел что-то на подобии материнской утропы. А сейчас у него эта утропа забрана. И вновь этот холодный, враждебный мир полностью подавляет ребенка. Стоственными словами, ребенок так и не научился в этом мире жить. Вот так и вы производите впечатление у человека, который так и не научился жить в этом мире. Можно научиться. Это процесс весьма интересный. Хоть и не всегда приятный. Усовершенно точно что непростой. Это ваше высказывание, что, как и в любой семье были проблемы, очень тонко подчеркивает то, как вы смотрите на мир. Ну, как другие люди. Я буду как другие. Я бы продолжил. Я всё. Для других. Конечно, я утрирую. И, вероятно, где-то ошибаюсь. Я не претендую здесь на какую-то правоту. Я говорю что-то нечто более утрированное. Я говорю что-то нечто более гипертрофированное, чтобы вам было понятно суть. Амплификация здесь используется как средство. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на свою работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.